Заседание штаба по комплексному развитию региона открыл губернатор Алексей Русских. Глава региона проинформировал, что на прошлой неделе работал в Москве, где провел ряд важных встреч в федеральных органах власти. Итогом переговоров с Министерством обороны стало решение передачи в собственность Ульяновска еще одного неиспользуемого земельного участка на улице Урицкого площадью около гектара. Два месяца назад губернатор достиг договоренности с Минобороны о передаче 46 гектаров территории арсенала в собственность Ульяновска. В результате город получит законную возможность привести эту землю в порядок, чтобы местное население жило в комфортных условиях. Также на минувшей неделе глава региона обсудил с руководством Росимущества передачу на уровень региона земель сельхозназначения, которые сейчас находятся в федеральной собственности и не обрабатываются. Тема реструктуризации долгов муниципалитетов области стала основной на встрече с руководством Минфины России. Мы продолжаем планомерную работу по оздоровлению финансовой сферы. В Министерстве транспорта обсудили возможность увеличения объемов дорожных, ремонтных работ Ульяновской области. На этот год рассчитываем на дополнительное финансирование. В Ульяновской области продолжается вакцинация и ревакцинация населения от коронавируса. В Министерстве здравоохранения не исключают возможность наступления новой волны COVID-19, тяжесть и последствия которой будут зависеть от уровня вакцинации. Самый доступный и самый эффективный способ лечения – это все-таки профилактика. Профилактика в настоящее время осуществляется путем либо вакцинации непривитых граждан, либо все-таки ревакцинации, повторной вакцинации, прошедшей полный курс. Защита эффективна примерно в течение шести месяцев. По прохождению шести месяцев необходима так называемая повторная вакцинация. В Ульяновской области ведется работа по предотвращению лесных пожаров. Для их ликвидации в регионе создают отряды добровольцев. Проведены заседания КЧС в муниципалитетах. Продолжается опашка населенных пунктов, где существует риск возникновения пожаров. Со всеми жителями провели беседы о недопустимости пала травы. За крупные пожары в лесу виновных лиц могут наказать штрафами до трех миллионов рублей или тюремным сроком до десяти лет. Мы приступили к проведению мероприятий по устройству минеральных полос. Кроме того, в рамках заключенных соглашений к патрулированию привлекаются арендаторы лесных участков, общая численность которых составляет 431 человек и количество техники 201. Для наблюдения за лесопожарной обстановкой используется система космического мониторинга. От профилактики лесных пожаров перешли к обсуждению ситуации на рынке труда. Граждане, прибывшие в Ульяновск из ДНР и ЛНР, постепенно трудоустраиваются. С ними проводят так называемые гарантированные собеседования. На одного безработного сегодня приходится 4 вакансии в нашем регионе. Средняя заработная плата по свободным вакансиям превышает 29 тысяч рублей. Количество вакантных рабочих мест в целом по области составляет 13 754 единицы. Структура потребности в работниках, заявленной работодателями, выглядит следующим образом. Для размещения рабочих профессий было заявлено 10 049 вакантных рабочих мест, что составляет 73% от общего объема, и 3 705 вакантных рабочих мест по специальностям служащих. На заседании штаба также обсудили ситуацию с уборкой мусора, ремонт дорог и модернизацию ливневок, работу социальных служб, организацию безопасности людей во время майских праздников и массовых мероприятий, а также состояние водонапорных башен в населенных пунктах Ульяновской области. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.